В Конаково не так много достопримечательностей, которые могли бы удивить гостей нашего города. Наша съемочная группа обнаружила новое и неординарное место под названием Бюро находок Лиги Тылтоня. Мастерская удивительных вещей находится на окраине города, где среди частных домов ее мастерскую и магазин удивительных подарков видно издалека. Качели в виде деревянной лошади с настоящим кожаным седлом, разнообразные скворечники, вывеска в виде ждуна и мажордом в скафандре. Во дворе стоит свинка-копилка из баллона, в которую мы кинули мелочь, чтобы еще раз вернуться в это необычное место. Мы в гостях у местной мастерицы Лиги Тылтоня. Лига встречает нас на крыльце своего удивительного дома. Здравствуйте! Поднимаемся на веранду, которая заполнена удивительными вещами и подарками. Здесь все необычно. Инсталляции, картины, тетради, вышитые подушки, книжки и кружки. Все они имеют второй юмористический смысл. На стенах много авторских картин, среди которых и те, которые написал ее сын, юный музыкант Ким. Все эти вещи можно приобрести. Началось это лет 14 назад, когда я приехала в Россию, не знала, чем заниматься. Начала, нашла людей в Москве, которые мне помогли реализоваться как художнику, осуществлять какие-то мои задумки и идеи. И с прошлого года я открыла мастерскую у себя дома. Для своих удивительных вещей мастерица использовала все, что попадалось под руку. Корни деревьев, камни, доски, вилы и грабли. Научилась сварки, стала делать поделки из металла. Лига не считает себя очень талантливым человеком. Говорит, что всему виной латышская практичность и художественные задатки. Так как я не люблю ничего выкидывать, очень волнует проблема мусора. И поэтому смотрю-смотрю визуально, на что вещь похожа. Например, лопата, на что она похожа или грабли. Что можно с нее сделать. И так получается, рождается идея, может, утром проснуться, могу утром проснуться и понять, что вот это будет птица, это будет собака. Тут нет ни одной простой вещи. Все нацелено на подарки, на позитивные эмоции, которых не хватает у нас в повседневной жизни. Инсталляции заметили и соседи хозяйки бюро находок. На необычные вещи обращают внимание и прохожие, и автомобилисты. Останавливаются, спрашивают, можно ли посмотреть. Хозяйка денег за вход в ее мастерскую, уже превратившуюся в музей, не берет. На выходе из удивительного дома можно оторвать бумажку с желанием и взять с собой храбрость, силу, удачу или счастье, как в изумрудном городе. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!